Всем привет! Сегодня будет вторая часть о покупках на лето. Если вам интересно, что такого классного, модного, актуального и качественного можно купить, то обязательно оставайтесь со мной. Очень радует то, что во многих сетевых магазинах, весенне-летних коллекциях сейчас есть так много вещей, сделанных из натуральных материалов. Это для нас с вами значит только одно, что тело будет дышать, нам не будет жарко. И, пожалуй, самую классную коллекцию представили манго. Я не знаю, что у них там произошло, но буквально каждую вещь мне хочется забрать домой и носить, носить, носить из сезона в сезон, потому что они вот настолько универсальные, они так классно между собой сочетаются, и цветовая гамма, и фасоны. Я уверена, что многим из вас эти вещи также понравятся, поэтому давайте начнем с моего заказа с манго. Да, большую часть вещей я покупаю онлайн, потому что мне так удобнее, и вообще я могу спокойно все дома примерить, посмотреть, как это будет сочетаться с моей обувью, с аксессуарами, с тем, что у меня уже есть. Ну, в общем, давайте приступим. Первая вещь, которую я купила, это комбинезон в цвете хаки, в таком стиле casual сафари, я бы так это назвала. Как только я увидела его онлайн, я поняла, что это абсолютно точно моя вещь. Я сначала немного сомневалась по поводу цены, потому что мне кажется, что манго немного повысили свою ценовую политику, но качество у него отличное, и мне стыдно признаваться, но я ходила в этом комбинезоне 4 дня подряд. Я уже и сторис не записывала, чтобы вы не подумали, что эко это ненормально. Настолько комфортно мне в этом изделии, и вообще все детали очень хорошо проработаны, здесь есть такой светлый шнурок. Этот комбинезон представлен в другой расцветке, но мне хотелось именно такую, которая, как мне кажется, будет классно сочетаться и со светлыми, и с темными вещами. И да, я однозначно довольна этой покупкой, и у меня не было ни малейшего сомнения оставлять или отправлять обратно. Следующая покупка из манго, это супер стильная сумка, которой я сама загорелась, и она буквально взорвала мой инстаграм. Я долго не могла определиться с расцветкой, они еще есть в черном цвете. И заказала обе, две вот эти, и как вы можете понять, потому что на этой все еще есть этикетки, я выбрала светлую. Почему так? Дело в том, что я сама по себе не слишком контрастная девушка, мне нравится все такое более спокойное, приглушенное, припыленное. Поэтому, когда я начала примерять обе сумки с теми вещами, которые я обычно ношу летом, с той же морской полоской, с какими-то однотонными сарафанами, и с платьицами, которые имеют какой-то принт, я поняла, что вот эту сумку у меня гораздо сложнее сочетать с тем, что у меня уже есть. Поэтому я решила оставить светлую. Сумка выполнена неплохо, но хотелось бы, чтобы она была подешевле, потому что мне кажется, что цена слегка не соответствует качеству. Также я понимаю, что она прослужит мне 1-2 сезона, потому что вот эти веревочки затираются, особенно если носить эту сумку с какими-то темными вещами, с темными джинсами, даже шортами. Поэтому учитывайте. Сначала я думала, что она может быть какой-то неудобной, но вот эти ручки как-то, не знаю, мне приятно ее носить. Есть две маленькие круглые ручки, они из дерева и один длинный ремешок. И тоже казалось, что ну как ее открывать, то есть здесь такой как бы мешочек. Но вы знаете, все очень удобно. И если изначально себя настроить на то, что эта сумка будет вашей рабочей лошадкой и самой удобной сумкой в мире, я знала, на что я шла, поэтому лично у меня не было никаких «но» и разочарований. Внутри одно большое отделение и небольшой кармашек. Сумка смотрится очень стильно, и сейчас я ношу ее со всеми летними образами. Очередное приобретение из манго – это легкий летний хлопковый сарафан миди. Вот в такой расцветке, их есть несколько, и по цене они также отличаются. Есть такой в полосочку, который я тоже заказала, но чуть позже, потому что они разлетаются как горячие пирожки. И пока я выбирала что-то там на сайте, его кто-то купил. Поэтому я просто даже не успела рассчитаться. Поэтому успевайте купить классные и не слишком дорогие вещи. Есть несколько похожих моделей, но разница в цене колоссальная. По качеству я не заметила каких-то явных отличий. Я оставлю ссылку и на тот, который я приобретала, и жду, когда мне его доставят. И картинку также покажу вам, чтобы вы имели представление. Очень классный сарафан, вскоре мы едем в отпуск. У нас настоящее лето, 28-29 градусов в тени. Поэтому я ждала, чтобы новый сарафан показать вам и потом начать это все носить. И мне кажется, что сарафаны, платья, юбки миди смотрятся еще более утонченно, элегантно и даже сексуально по сравнению с мини. Самая сочная покупка из манго, точнее целых две, потому что это комплект, состоящий из жакета и шортиков. И если сначала я сомневалась, стоит ли брать, потому что у меня все-таки есть желтый брючный костюм, который я ношу с удовольствием. Но как только я увидела вот эти вещи в стационарном магазине, я поняла, что «Оль, бери, будешь жалеть». И зачастую, если у меня проскакивают такие мысли, я тут же отправляюсь на кассу и вообще забываю о том, сколько это все стоило. Потому что я понимаю, что это натуральный материал, это стопроцентный лен. И я специально ничего не отпаривала, не отглаживала, чтобы вы могли посмотреть, как это все будет выглядеть после того, как вы наденете эти вещи, чтобы вы потом меня не проклинали. Дело в том, что мне очень нравится, когда тот же жакет или какие-то вещи из натуральных материалов слегка помятые. Это даже больше как-то вот издалека говорит о натуральности тканей. И вот лично мне очень нравится, когда вещи приобретают такую благородную помятость и смотрятся как-то более расслабленно, даже если это какой-то строгий фасон. И несколько слов для тех из вас, кто боится таких ярких расцветок. Мне кажется, что лето это тот сезон, когда даже самые великие консерваторы могут себе позволить что-то более насыщенное. Только главное выбирать более-менее натуральные оттенки тех же ярких цветов. И вот конкретно этот цвет просто обалденно смотрится на загорелой коже. Я несколько дней провела на пляже. Об этом во влоге. Я чуть-чуть сгорела, меня подвел фильтр. Но сейчас не об этом. Видите, что я уже не смотрюсь какой-то супер бледной на фоне такого яркого цвета. Даже учитывая то, что я блондинка с относительно светлой кожей. Как я уже говорила, онлайн-шоппинг это очень удобно. Но также это помогает нам чуть-чуть сэкономить, потому что лично я пользуюсь сервисом Letyshops. Это кэшбэк-сервис, который помогает нам чуть-чуть сэкономить на покупках и возвращает нам процент от потраченных онлайн денег. И как это работает в моем случае? Если я что-то покупаю, я зачастую даже не вывожу деньги, а снова трачу их в моих любимых интернет-магазинах на том же Asos. Сейчас покажу, что я купила. Если вы любите заказывать на Ламоде, на eBay, на Алиэкспресс, в Литуале, в Ривгош, то не забывайте о том, чтобы сразу установить расширение на ваш браузер. Я один раз это сделала и теперь просто экономлю на автомате, потому что благодаря такой небольшой напоминалке я всегда активирую кэшбэк и получаю такой приятный бонус при любой интернет-покупке. И у меня для вас есть отличная новость, потому что в честь своего 4-летия Letyshops предложили стать партнером сегодняшнего выпуска и разыграть среди моих подписчиков целых 2 сертификата на 5000 рублей каждый на покупки на сайте Ламода. Для этого нужно первое пройти по ссылке, которую я оставлю в описании, зарегистрироваться в Letyshops, если вы еще этого не сделали, и обязательно активировать свой аккаунт. Установить расширение для браузера, зайти в личный кабинет Letyshops, скопировать свой ID, то есть клиентский номер, вставить его в форму, обязательно подписаться на мой YouTube канал и вставить ваш YouTube канал в конкурсную форму, подтвердить участие, и это все. Только очень важно, чтобы подписки на вашем YouTube канале были видны, чтобы мы потом честным образом смогли определить победителя. Конкурс продлится 2 недели, результаты я оглашу здесь в описании, в самом первом комментарии к этому видео, в своем Instagram, поэтому желаю всем вам удачи, и также с 30 мая по 1 июня в честь дня рождения Letyshops будут дополнительные скидки на сайте Letyshops, можно получить повышенный кэшбэк, и также совершая каждую покупку через сервис Letyshops, вы получаете шанс выиграть какие-то классные призы, такие как ноутбук Mac и наушники AirPods и многое-многое другое. А я покажу вам вещь, которую я купила на сэкономленные деньги благодаря Letyshops. Это вот такие стильные очки, которые некоторым из вас могут не понравиться, сейчас они не подходят под мой образ, поэтому сейчас вы можете видеть, как они выглядят на мне в каком-то другом аутфите. Ну, что касается этих очков, то они даже не призваны защищать от солнца, это просто стильный аксессуар для фотографий, для кого-то менее солнечного дня, но я купила это конкретно для нескольких нарядов, и вы знаете, они неплохого качества, то есть они не выглядят как прям за 2 доллара, но похожие или даже такие же очки вы можете найти на Алиэкспресс, если еще и сэкономите благодаря Letyshops, они обойдутся вам в копейки. И моя подружка именно так и сделала, а я не стала ждать, мне надо было здесь и сейчас, поэтому я отправилась в магазин Reserved и купила себе вот такие очки. По-моему, маленькие шаловливые ручки добрались и до этих очков, я уже не знаю, где что прятать, но хорошо, хоть косметику мою не трогают, хоть на этом спасибо. В общем, вы поняли, очки в стиле Одри Хепберн, очень здорово выглядят с платьями миди, и, кстати, вот эта форма подойдет очень многим девушкам. Это копеечные дела, поэтому я даже советую вам поискать что-то такое в Китае, заказать. И вот эти серьги я тоже покупала в Reserved, раньше как-то не обращала на них внимания, сейчас вот надела первый раз, по-моему, очень даже ничего. А вот эти очки, кстати, напоминают мне Клаудио Шифер, что-то вот эти вот года какие-то. Короче, вот такие просто стильные аксессуары на это лето я себе прикупила. А для защиты от солнца у меня есть другие очки. Едем дальше. Как мы знаем, логомания это тренд сезона весна-лето 2018. Мне он очень пришелся по вкусу. И в этот раз я купила несколько не просто базовых футболок, а с какими-то надписями, и одна даже есть с принтом. Абсолютно недорогие, делюсь с вами. Первую футболку я заказала на Asos, это бренд New Look. И она у меня в 34 размере. Она не слишком широкая, не какая-то короткая, потому что сейчас, ну, какие-то такие странные фасоны. То ли я из них выросла, то ли я для них слишком большая, то ли маленькая. Непонятно. Это стандартная, обычная, нормальная серая футболка. Следующая была куплена в магазине New Yorker. Вот, черная, они есть в разных расцветках, с надписью La Vieja Belle. И белая, с надписью Unlimited. Она только после стирки, но для примерки я все разглажу. И третья, третья в стиле Gucci. Ну, я считаю, что это не совсем подделка. В моем понимании это просто вдохновение, поэтому ничего страшного и криминального в этом нет. Ну, как-то эта футболка не совсем в моем стиле, поэтому она до сих пор с этикеткой. И я вот думаю, оставить или вернуть. Ну, имейте в виду, что разные, разные расцветки и надписи, и все, что хотите, вы найдете в New Yorker. Знаете, я как-то раньше особо не интересовалась брендом Topshop. А оказывается, что у них так много классных вещей. На распродаже они у нас бывают с огромными скидками, и размеры тоже часто есть в наличии, и по качеству они тоже меня устраивают. Поэтому присмотритесь, я знаю, что на La Mod'е этот бренд тоже представлен. Конкретно вот это платье еще не искала, но знаете, что все ссылки на те вещи или на похожие, которые будут в этом видео, вы, как всегда, найдете в инфобоксе. Я очень для вас стараюсь, поэтому разворачивайте. Я там также укажу свои параметры для того, чтобы вы смогли ориентироваться, если будете заказывать онлайн. И вот платье, которое я выбрала в Topshop, оно из такой тонкой ткани в стиле Denim. Кстати, раньше на Asos я заказывала себе от Vera Mod'а джинсовые сарафаны, он оказался таким плотным. То же самое с Mango. Я даже, вот если еще не вернула его, покажу вам, как это выглядит. И я себе не представляю, как что-то такое можно носить, когда за окном жарко. Поэтому обращайте на это внимание, учитывайте этот момент. Фасон платья такой девичий очень хорошо подойдет и на пляж, и на прогулку в город. Я уже не говорю о том, насколько классно эта платьица будет смотреться с плетеной корзинкой. Что-то еще из Topshop? Конечно, часть я вернула, но вот этот топ мне тоже подошел. Желтый, какое-то легкое помешательство на желто-зеленых оттенках. Ну, не знаю, душа требует, поэтому выполняю все требования. Я вам как-то показывала свой топ из магазина Stradivarius. Он тоже был с такими пуговками спереди, и сейчас их все больше и больше на рынке. Наверное, это какой-то тренд, но вы знаете, что я не фэшн-блогер. Я просто обычная девушка, которая иногда примеряет что-то более-менее модное. И вот этот топ есть также в разных расцветках, к сожалению, он, к сожалению или к счастью для моего кошелька, он был только в этой расцветке, и желтый мне сейчас очень по душе. Еще покажу вам несколько толстовок, которые я покупала раньше, но лето, знаете, бывает разным. Вечером иногда бывает прохладно, поэтому если вы что-то такое ищете, возможно, вам эта информация пригодится. Или вот, к примеру, будут скидки, вы будете покупать что-то с мыслью о осени, берите на заметку. Вот этот я уже несколько раз стирала, видите, он нормально выглядит. Показалось, что снова что-то, какие-то пятна, но нет, все нормально. Я его купила в магазине Mango, здесь тоже нет никаких примесей, синтетики. И мне нравится расцветка, потому что она очень освежает, и вот эта белая надпись тоже как-то так по-молодежному смотрится. И еще в магазине Levi's я купила себе толстовку, она тоже только после стирки. Я ее, конечно же, разглажу, чтобы она смотрелась более опрятно. Я очень довольна этой покупкой, потому что для Levi's это даже можно сказать бюджетно. И такую толстовку я ношу не только со спортивными штанами, с какими-то джинсами, но и также с классическими брюками, серебристыми туфельками, куда-то на прогулку, в самолет. Вот, но как только погода какая-то вот непонятная, я очень часто беру вот эту толстовку с собой. И, кстати, я ее купила на размер больше. Я взяла S для того, чтобы она смотрелась чуть-чуть объемно, но все равно она не такая, вы знаете, как рэперы носят. То есть она все-таки ближе к телу, если бы я купила XS, то я не смогла бы надевать какую-то вот такую футболку, а иногда ситуации того требуют. Что-то еще на Zalando покупала, покупала, купила платье, которое сначала собиралась вернуть, потому что как-то так слабо пришиты пуговки, все надо продублировать. И вообще, оно какое-то такое простенькое и фасон похож на платье из Topshop, но я искала что-то красное в горошек. И, вы знаете, я сняла этикетку, потому что снимала в нем видео, а потом, как увидела, сколько оно стоило, я заказывала несколько вещей, не обратила внимания. И что-то как-то аж расстроилась, потому что, ну, дороговато, вот честно, не советую вам. Да, материал приятный, но он мнется, и я хотела купить какое-то очень легкое платье, легкое и к телу легкое, и чтобы не занималось слишком много места в чемодане, потому что мы едем в отпуск. И тут уже есть определенные ограничения. И теперь оно останется у меня, коротенькое, такое, вот, знаете, на пляж и на жаркое-жаркое лето. Ну, как-то так, не знаю, в следующий раз надо быть более внимательной, чтобы так не тратить деньги, а то обидно. И одна из последних покупок, я делала довольно большой заказ в Zara и все вернула, кроме вот этого платья. Я его забросила в корзину и думаю, ладно, что-то бюджетное, может из этого что-то получится. Оно стоило 139 зотых, я не знаю, какой сейчас курс, но мне кажется, что это вообще нормальная цена, особенно учитывая то, какие цены сейчас ставит Zara. Так вот, платье из 100% хлопка, длина у него миди, и оно отличается от всех остальных тем, что спереди есть такой небольшой запах. И когда идешь, одна нога видна. Если вам это не нравится, то знайте, что есть такой минус для меня, это плюс, потому что в таком платье мне не будет жарко. И с вот этими очками светленькими, с сумкой, с какими-то легкими босоножками, это смотрится так женственно, так благородно, так красиво. Я не знаю, я просто балдею от такого плана платьев и вообще открытые плечи. Смотрится так женственно, нежно, и, ну, может, вам понравится, присмотритесь, потому что оно действительно недорогое, и на удивление качество хорошее. И последняя вещь, точнее не вещь, а пара обуви, тоже из манго, они не были дорогими, это уже не натуральный замш, очень стильные, как видите, розовые, мне показались удобными. Чего не могу сказать о мюлях, в таком горчичном цвете, который я тоже заказывала и буду возвращать, потому что они так быстро пачкаются, но это еще не главная беда. Они как будто вот-вот спадут, когда в них идешь, но я не представляю, насколько чистыми должны быть улицы, чтобы носить замшевую обувь такого цвета. А вот эти, во всяком случае, мне не будет жалко после одного сезона, а во-вторых, я просто смогу их помыть при помощи губки. У меня уже было несколько ярких туфлей, вот из такого материала, и как бы все было нормально. Ну, посмотрим, как они себя поведут. Вообще-то, они очень прикольные, и если вы себе что-то такое ищите, если вам удобно в такой обуви, то присмотритесь, потому что они стоили около 20 евро. На сегодняшний день это такая более-менее адекватная цена. Субтитры сделал DimaTorzok